Да, пожалуйста. И называется «Нарушение прав человека индийской стороной». Как российское ведомство будет реагировать на эту тяжёлую ситуацию? Я хотела бы сказать, что и обсуждали её, в частности, с пакистанской стороной. Я хотела бы напомнить, что 14 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Пакистана. И с российской стороны была подчёркнута необходимость деэскалации напряжённости и безальтернативности регулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе и, безусловно, политико-дипломатическими средствами. Мы также придерживались последовательной позиции, которую я сейчас озвучила в работе нашего представительства в Нью-Йорке в Организации объёмных наций. Я хотела бы напомнить о том, что Россия является последовательным сторонником нормализации отношений между Индией и Пакистаном. И мы искренне надеемся, что имеющиеся между ними разногласия будут урегулированы, как я уже сказала, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Синдского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года. Я, как вы знаете, об этом говорила сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров между главами внешнеполитических ведомств России и Индии в Москве. Тема эта затрагивалась. Российской стороной были, так сказать, в ходе переговоров озвучены наши принципиальные позиции, о которых также я и сказала. Поэтому мы будем приветствовать любые шаги, которые будут способны привести к деэскалации напряженности в отношениях между двумя государствами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова